Внеочередное заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам прошло в динамичном режиме. Как говорят депутаты, приятно распределять дополнительные деньги. В частности, найти применение предстояло сумме почти в 53,5 миллиона рублей. Это возвратные средства из бюджета Москвы, не использованные в 2017 году. Также перечислен очередной транш для завершения строительства автомобильного моста через Котросль. То, что касается 53 миллионов рублей, то эти средства распределяются по трем направлениям. Также субсидия городу Ярославлю, субсидия автономным и некоммерческим организациям и нашим государственным учреждениям культуры для полного завершения работы. То есть вот суть этих 10 поправок губернатора. Плюсом к 10 поправкам от главы региона 52 от парламентариев. Все так или иначе касались социальной сферы. Часть связана с перераспределением средств внутри департаментов. Например, на создание Центра развития туризма Ярославской области планируется потратить около 5 миллионов рублей. Все эти поправки, вот и губернатор, они прежде всего это поправки социального направленности. Более 500 миллионов только на здравоохранение. 230 миллионов – социальная политика. Это спорт, это дорожный фонд – миллиард 200. В том числе 135 миллионов – это на мост, который, слава богу, мы к моему месяцу закончим. Это Перекопский мост. Значительная часть депутатских поправок касались программы «Решаем вместе». Инициативное бюджетирование идет от жителей. После стандартного алгоритма обсуждения и голосования выбранные ими объекты нашли отражение в региональном бюджете. Деньги, которые у нас были запланированы по конкретным объектам. И вот эти объекты, они выбраны с учетом мнения жителей. То есть люди проводили собрания, определяли болевые точки во дворах, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры. И вот эти все предложения, они нашли отражение в этих 52 поправках. Поправки поддержаны правительством области и будут реализованы в этом году. Это значит, что будут созданы более комфортные условия для занятий спортом, учреждений образования и здравоохранения. Артем Петрожицкий, Денис Сахаров. День в событиях.